Ну что, коллеги, давайте с вами проверим связь, как меня видно, как меня слышно, по идее должно быть меня видно, слышно, дайте мне обратную связь, поставьте от 1 до 10, как меня видно, как меня слышно. Хорошо ли видно, хорошо ли слышно, в эфире или в принципе я ли разговариваю сама-самой перед ноутбуком, дайте мне обратную связь о том, что вы меня видите, что вы меня слышите и все у вас окей. И тогда мы с вами будем начинать и пойдем далее. Вот я вижу, что меня видно, что меня слышно, все классно, пошли десяточки от 1 до 10, у кого-то плюсики. И давайте тогда не будем с вами терять времени и идем дальше. Если вдруг у кого-то ведет подвисание трансляции, подвисание видео, да, то в этом случае попробуйте просто перезагрузить страничку, иногда это помогает. Ну, либо у вас могут быть проблемы с интернетом. У меня все хорошо, у меня все работает в штатном режиме. Итак, да, то есть мне бы хотелось вас похвалить. Да, то есть похвалить в чем, что? Очень многие выполнили домашнее задание, второе. И самое главное, что я видела, что многие те, кто не выполнил первое домашнее задание, они выполнили как первое домашнее задание, так и второе домашнее задание. То есть это очень круто. Мне было приятно все это читать, да, то есть понимать, что вы действительно выполняете, что вы меня смотрите, что вы меня слышите в эфире. Вы на самом деле очень большие молодец. Все, кто выполнил домашнее задание, второе получили дополнительно плюс 10 лотиков. Эти лотики вам нужны для того, чтобы попасть на секретный вебинар Для тех, кто наберет более 80 лотиков, попадает ко мне на секретный вебинар То есть на какой расскажу и когда он у нас будет Итак, что мы с вами сегодня проходить будем? Какой у нас сегодня план дня? На самом деле у нас сегодня очень насыщенный день Поэтому я буду говорить немножко быстро Сегодня очень насыщенный день в плане того, что сегодня для вас подготовлено очень много информации Итак, какой план на сегодня? То есть у нас есть 4 актуальных стратегии заработка на муниципальных торгах Сегодня мы будем разбирать данные стратегии Как можно заработать на муниципальных торгах То есть возможно кто-то сейчас для себя только, например, один способ видеть То есть купил дешевле, продал дороже На самом деле нет Это презентация программы «Реальный бизнес на муниципальных торгах» И это ответы на вопросы По традициям И первое, с чего бы мне хотелось сказать То есть с чего бы мне хотелось начать Немножечко так не по теме Не по теме Был вопрос на протяжении там вебинаров Нескольких Был вопрос Причем я обещала на него ответить Ну и соответственно просто в конце вебинара я про него забыла Поэтому пока я про него помню Сейчас вернемся и отвечу на него Что был за вопрос? Был вопрос, как отличить оффлайн торги от онлайн торгов Да, то есть как их найти И давайте посмотрим Перешли на сайт торги ГОВ Выбрали любую Да, то есть любую секцию, которая вас интересует Перешли туда и выбрали вот, ну допустим, имущество Вот сотовый телефон ЗТЕ, да, то есть 527 рублей Перешли туда Перешли во вкладку общий И посмотрели То есть посмотрели, где проходят торги Вот место и форма подачи заявки То есть в данном случае на электронную почту Еще, ну к примеру, да То есть давайте покажу вам, где посмотреть Еще не возвращаемся Недорогие лоты Возвращаемся, да, то есть И что, например, видим? Видим, ну я вижу почему-то недорогие лоты У меня только высвечиваются, да То есть, ну они явно будут в оффлайновских торгах Мне бы хотелось в онлайновских Ну то пускай будет вот трактор 55А, да То есть за 73 тысячи Или лучше вот нежилое помещение площадью 16 квадратных метров 178 тысяч, Челябинская область Давайте перейдем сюда и посмотрим И вот здесь, смотрите, здесь торги проходят конкретно на площадке То есть площадка может быть указана, может быть не указана На самом деле, да, то есть организатор торгов как может указать Как работать на площадке, да, то есть на каком может не указать То есть, ну в любом случае у нас есть законно Утвержденный список площадок, с которыми работает организатор торгов Итак, все это мы, естественно, ну более подробно разбираем на расширительном курсе, да Потому что там очень много времени уделяется Итак, коллеги Мы с вами уже знаем, что такое муниципальные торги Мы с вами знаем, что можно заработать на муниципальных торгах И что бы мне хотелось с вами проговорить, да То есть у нас есть 5 этапов построения бизнеса на муниципальном имуществе Что это за 5 этапов построения бизнеса? Первое – это поиск лота Да, то есть это когда мы правильно и интересно ищем Мы правильно ищем интересный лот Второе – это анализ лота, да То есть что мы смотрим? Мы смотрим с юридической стороны Третье – это выбор стратегии получения прибыли То есть здесь мы понимаем, как мы хотим заработать И сколько мы хотим заработать И вот сегодня мы будем как раз-таки смотреть стратегии, да То есть как мы можем заработать на конкретном лоте То есть мы будем разбирать 4 этих стратегии Четвертое – это участие в торгах Это подготовка документов и подача заявки И пятое – это реализация стратегии получения прибыли Да, то есть конкретно в какой момент мы уже получаем свои прибыли Итак, у нас есть 4 стратегии заработка на муниципальных торгах Почему-то здесь написано 5, да То есть, ну ничего страшного Пускай будет 4, да, то есть не поменяли У нас есть 4 стратегии заработка на муниципальных торгах И первое – это много клиентов Второе – это аренда для своего бизнеса Третье – для клиента под ключ и субаренда Что это все значит? Сейчас мы более подробно будем с вами прямо разбирать Что это значит? Итак Способ «много клиентов» Что это за способ? Как мы здесь работаем этим способом? В чем вообще здесь состоит смысл? В способе «много клиентов» Здесь мы оказываем условку подготовки документов для участия в торгах Как это выглядит? То есть, один объект и на него много клиентов Да, то есть, здесь специально нарисовано один человечек От него три Один объект и много клиентов И как мы сейчас на этом будем зарабатывать? Мы сейчас будем прямо подробно разбираться Итак Что это значит и как мы, в принципе, с этим работаем? Во-первых, я вам хочу сказать, что это работает только при оффлайн-торгах Оффлайн-торги – это когда мы самостоятельно едем на адрес организатора торгов Да, вот тогда мы можем так сделать Когда мы можем подготовить несколько пакетов документов Да, то есть, и подать заявку на участие в торгах от имени инвестора В онлайн-торгах такое не прокатит Да, то есть, такое не работает Почему? Потому что площадка просто не пропустит это Второе Да, то есть, что мы должны сделать? Мы должны выбрать интересный лот Интересный лот именно на оффлайн-торгах Второе – мы должны проанализировать его юридическую сторону Да, то есть, мы должны понимать, что сделка на 100% у нас безопасна И третье, да, что нам необходимо? Нам необходимо подготовить и подать заявку на участие Для всех желающих за небольшую сумму Ну, говоря простыми словами, вот вообще, чтобы вы меня просто понимали Прямо к такому-такому примеру, да То есть, вы, например, нашли интересный автомобиль Я видела, что вы мне много скидывали автомобили Вы нашли интересный автомобиль Вы понимаете, что на этом автомобиле можно заработать хорошую сумму Но по какой-то причине вы не можете найти себе клиента, да То есть, который заплатит вам комиссию в 50-100 тысяч рублей Тогда вы что делаете? Выпускаете, да, то есть, эти торги, этот автомобиль на поток То есть, для всех, кто, в принципе, заинтересовался И кто за небольшую сумму То есть, те, кто готовы заплатить вам небольшую сумму, да То есть, они хотят участвовать Вы просто им готовите пакет документов Отдаете его И они самостоятельно уже подают За это вы берете 5-10 тысяч рублей То есть, я считаю, что это очень круто Итак, давайте еще, да То есть, прям более подробно Что здесь самое такое важное Здесь важно, что ваша задача Конкретно подготовить документы Да, то есть, подготовить документы И подать заявку на участие в торгах То есть, здесь выигрывать торги не нужно Здесь мы не даем никаких гарантий Что вы выиграете торги Что будут ли другие конкуренты Не будут вообще ничего Мы здесь гарантий не даем Единственное, какую мы гарантию даем Да, что нашу заявку не отклонят То есть, в протоколе будет прописано Что такой-то человек будет допущен Тогда мы выполнили все правильно И таким образом, да То есть, у вас всегда будут клиенты Ну, на эту услугу Здесь есть огромный плюс Это максимальный безопасный старт, да То есть, для людей, которые прям Ну, боятся участвовать в торгах У которых есть сомнения Вот, пожалуйста, вот в этим способом Вы можете спокойно заработать Свою первую комиссию, да Еще раз, в чем у нас здесь состоит смысл Мы берем один объект Вот один И на этот один объект Мы подготавливаем пакет документов Для нескольких инвесторов И с каждого Ключевое слово С каждого Берем комиссию 5 тысяч Это минимум От 5 до 10 тысяч рублей В зависимости от того, да То есть, как вы уже для себя решили Что вы делаете Ну, и пример Чтобы было, в принципе, вам совсем понятно Понятно, да То есть, мы взяли нежилое помещение Общей площади 100 квадратных метров Для субаренды Оно, ну, например, по какой-то причине Не подходит Конкретного клиента Ключевого, да То есть, который заплатит нам комиссию 50-100 тысяч рублей Мы также не нашли Да, то есть, ну, никто не согласился Но у нас есть небольшие инвесторы Которые заинтересованы В приобретении данного помещения, да То есть, и в принципе Они не готовы заплатить нам комиссию В 100 тысяч рублей Но они готовы заплатить нам комиссию В 10 тысяч рублей Да, то есть, еще раз Один объект 10 инвесторов, да То есть, которые готовы заплатить По 10 тысяч рублей То есть, мы для этих инвесторов Готовим пакет документов Подаем заявку на участие в торгах От их имени то есть они уже потом участвуют в торгах, и здесь мы получаем такую же комиссию, то есть 100 тысяч рублей, здесь даже мы получаем больше, почему? Потому что мы не несем гарантии того, что выиграет ли человек какой-либо объект, нет, подготовили пакет документов, все, взяли свою комиссию, и на этом, скажем так, наша услуга считается оконченной. Коллеги, поставьте, пожалуйста, плюсик в чат, если вам понятно, о чем я говорю. Поставьте плюсик в чат, если понятно, если не понятно, поставьте минус, я тогда буду понимать, что вы меня не понимаете. Первый способ заработка – это способ много клиентов. Василий Зайцев, я вижу, что меня понимает. Еще Александр, Марианна, Сергей. Все, я вижу, что вы меня понимаете, что никому объяснять надо, да, то есть запомните здесь самое главное, вот в этом способе. Этот способ – это самый безопасный старт вообще в торгах, максимально безопасный. То есть здесь вам не нужно там прям кучу-кучу знаний для того, чтобы стартануть в муниципальных торгах. То есть если у вас внутренне есть какие-то сомнения, вот, пожалуйста, этот способ для вас. Этот способ я открыла, когда разбиралась с муниципальными торгами, да, то есть я на этом способе делаю неплохие комиссии, то есть когда еще не знала, в принципе, как работать с муниципальными торгами. Все, я вижу, что все интересно. Так, Валера, ну где найти инвесторов? Где найти инвесторов – это абсолютно вообще другая тема, расширенная. Поэтому за секунду я вам точно не скажу. На самом деле все ваши инвесторы находятся в вашем мобильном телефоне, да, то есть это минимально, что я вам могу сказать. Все, мне кажется, от этого можно отталкиваться, дальше можно уже искать. Так, я вижу, что все вам понятно, тогда давайте идем дальше. Давайте с вами рассмотрим второй способ заработка, да, то есть это аренда для своего бизнеса. Что значит аренда для своего бизнеса? В чем здесь вообще состоит весь смысл, вся суть? То есть мы берем помещение в аренду на льготных условиях, да, то есть по выгодной цене для нас и открываем там свой магазин, мастерскую и так далее. То есть сэкономил – значит заработал. То есть я считаю, что это очень круто. В чем здесь, в принципе, состоит у нас выгода, да, то есть в том, что мы взяли это дешевле рынка. И смотрите, что здесь такое самое важное, да, то есть важно, очень выгодно, если у вас, у ваших близких планируется какой-то бизнес, да. А как я, вот я на 100% гарантирую, что у вас 2-3 человека точно планируют открыть от своего бизнеса. Кто-то хочет открыть там, например, автосервис, кто-то хочет открыть парикмахерскую. Кто-то, в принципе, хочет снять офис, да, и вы можете на них это отработать, то есть вы можете им предложить на льготных условиях приобрести объект. И они это возьмут, да, то есть вы возьмете просто за эту свою комиссию. То есть для вас это будет опыт. И вот прям примером, да, давайте разберемся примером. То есть у вас есть свой бизнес, ну, к примеру, вот автосервис, и вы решили расширяться. Ну, либо просто у вас там на частном рынке высокая цена, да, то есть вы ее не тянете, вы не хотите ее платить. И вы на торгах находите классный, хороший объект, заключаете договор аренды и пользуетесь им по своему усмотрению. И здесь еще есть огромный такой плюс, да, то есть на самом-то деле не просто так мы написали, что 5 стратегий заработка, да, то есть на муниципальных торгах. И вот здесь у нас есть пятая стратегия, где мы можем заработать. Заработать мы можем в когда, да, то есть в какой момент. По истечении трех лет в рамках 159-го федерального закона, если у вас не было просрочек, если у вас не было просрочек по коммунальным платежам, вы имеете право приобрести этот объект, да, то есть который вы арендуете по преимущественному праву выкупа без проведения торгов. Да, там тоже есть свои нюансы, но тем не менее у вас есть право это сделать. И у вас тоже есть, да, то есть здесь может быть заработок. И плюс еще дополнительно, если на текущий момент у вас нету, в принципе, никакой суммы, да, то есть чтобы приобрести данный объект, вам государство на 5 лет может предоставить рассрочку без банка. То есть я считаю, что это круто. И вот давайте прям посмотрим, да, то есть один из моих примеров, да, то есть один из моих примеров это то, что я выкупала, да, то есть то, что приносит доход. Итак, да, то есть на торгах я нашла гараж 200 квадратных метров, он у нас расположен в центре города Томска. Причем обратите внимание, что это аренда, то есть это не покупка, это конкретно аренда, да, то есть мы сейчас будем говорить про аренду. И ежемесячная аренда такого гаража на торгах составляла 50 тысяч рублей в месяц, да, то есть еще раз, аренда, ежемесячная плата за данный объект 50 тысяч рублей в месяц. То есть я проверила рыночную стоимость и рыночная стоимость такого объекта в городе Томске, да, то есть у нас составила 100 тысяч рублей. То есть на торгах 50 в месяц нужно платить, а на рынке, ну то есть на реальном рынке 100 тысяч рублей. Естественно, я увидела вот эту разницу в 50 тысяч рублей, да, то есть и мне не составило проблем найти инвестора, который заберет этот гараж вот именно с этим дисконтом, да, то есть в 50 тысяч рублей. Но здесь, соответственно, комиссию я взяла в 50 тысяч рублей. Комиссию от 5 до 10 процентов мы всегда устанавливаем, но на самом деле, насколько вы просто договоритесь, то есть нет какой-либо утвержденной формы, да, то есть, и, например, если бы я взяла комиссию там, ну я не знаю, ну там с ежегодного платежа, она бы была другая. То есть я что сказала инвестору? Вы экономите 50 тысяч рублей в месяц, то есть я хочу комиссию в случае, если я выиграю для вас этот объект, 50 тысяч. Я считаю, что это неплохо, это одни из моих первых лотов, это когда я только разбиралась с муниципальными торгами, да, то есть я думала и понимала, как с ними работать и как на них можно заработать. И следующее, да, то есть третий способ заработка для клиента под ключ. В принципе, на протяжении нескольких вебинаров я говорю про то, что, ну, все, что я заработала, все, что у меня есть, это без вложений, да, то есть я ничего не вкладывала для того, чтобы мне, ну, как-то приумножить свой капитал. Хотя, в принципе, на старте у меня не было вообще никакого капитала. И все мое обучение, в принципе, все, про что я говорю, да, то есть выстроено именно на том, чтобы без вложений, без вложений, без вложений, потому что купить дешевле, продать дороже вы сможете самостоятельно и без меня. То есть я вам здесь не то, чтобы не советчик, да, но я не за это, я за то, чтобы вы, скажем так, не вкладывали своих денег, несли меньше рисков, да, то есть и зарабатывали свою комиссию. Потому что купить, например, один объект и продать его, то есть, ну, вы можете там, ну, допустим, 2-3 раза в месяц, а взять объекты для клиента под ключ, вы можете 10-15 раз, то есть у вас даже порой может быть комиссия намного выше, чем бы вы купили для себя и продали дороже. Итак, третий способ заработка для клиента под ключ, да, то есть это агентская схема, это для инвестора, вот как хотите, так и называйте, то есть я называю ее для клиента под ключ. Что здесь, в чем здесь состоит смысл, то есть вы находите интересный, выгодный лот, да, то есть анализируете юридическую сторону, да, то есть вы понимаете, что сделка абсолютно безопасна. Дальше вы находите заинтересованного покупателя, готовите для него пакет документов, выигрываете для него торги и получаете свою агентскую комиссию, да, то есть в данном случае агентская комиссия у нас всегда повышенная. И давайте посмотрим на примере, да, то есть это мой пример, это то, что я выкупала для своего инвестора, да, то есть это объект, который я искала, но объект, кстати, тоже был в аренде, но тем не менее, да, то есть смысл заработка в том, что мы и в аренде можем работать с клиентом под ключ, и в принципе в купле-продаже мы можем работать с клиентом под ключ и в земельных участках, да, то есть любой способ хороший. Я понимаю, что здесь на этом вот реально можно заработать. Итак, да, то есть аренда гаража 200 квадратных метров, она расположена, ну, также в центре города, но его состояние на самом деле очень плачевное, то есть там нет света, там бежала крыша, да, но тем не менее, гараж есть и пользоваться им можно было. Цена на торгах составляла 10500 рублей, то есть 10500 рублей это аренда одного месяца, да, то есть это один арендный платеж. Рыночная стоимость, вот прям похожая в таких же объектах, в таком же примерно состоянии составляла 70000 рублей, то есть мы видим разницу примерно в 60000 рублей, да, то есть что на 60000 рублей можно в месяц экономить, ну, то есть если мы экономим, значит мы зарабатываем, соответственно, любой другой бизнес. Соответственно, что я сделала? Нашла объект, проанализировала, что с юридической стороны это все безопасно, нашла заинтересованного инвестора, взяла с него предоплату в 5000 рублей, да, то есть тогда я уже поняла, что можно работать по предоплате, потому что у меня есть свои расходы. Предоплату в принципе на текущий момент я беру абсолютно всегда, да, то есть участие в торгах 5000 минимум, участие в торгах 5000 минимум, участие в торгах 5000, да, то есть все, я точно знаю, что мою заявку допустят, что ее не отклонят. Вот в момент, когда ее заявку, да, то есть допустили до участия, все, то есть вот эта предоплата, как бы это мои расходы, все, то есть я считаю, что на этом, скажем так, первично, первично моя услуга окончена, ну, и, соответственно, если мы договаривались, например, на процент, если я еще должна выиграть торги, соответственно, там еще дополнительно будет моя комиссия. Итак, да, то есть я взяла предоплату в 5000 рублей, выиграла эти торги, причем за минимальную цену, потому что второй участник не приехал на торги, и здесь мой заработок составил 70 тысяч рублей вместе с этой предоплатой, да, то есть как только я выиграла торги, мне еще дополнительно заплатили 65 тысяч рублей, причем торги были в соседнем городе, я ездила туда, да, то есть я еще, ну, то есть не знала, как можно это сделать удаленно, сколько на этом можно сэкономить, и, в принципе, да, да, то есть как это делается. Сейчас, естественно, на 100%, я знаю, как это делается, и чтобы я поехала, я не знаю, в 40 градусов мороза в другой город, такого нет, такого, в принципе, уже не будет. Так, по вопросам, то есть я вижу, что у вас были вопросы. Так, Ильдар, кто учил вас? Очень такой интересный вопрос, на самом деле меня учила жизнь, учила жизнь, меня учил Лопа, да, то есть и для того, чтобы здесь перед вами вещать, мне потребовалось для этого 4 года. Вы просто не представляете, что я пережила, то есть в рамках муниципальных торгов, сколько всего мне пришлось пройти, сколько было тонкостей, нюансов, и, в принципе, да, то есть когда я начинала работать с муниципальными торгами, там, да, то есть вообще не было ничего, не было никаких обучений, не было ничего, никто не понимал, то есть как работать с муниципальными торгами, что там может быть. Поэтому здесь и маленькая конкуренция, поэтому мы можем брать большие комиссии, потому что здесь реально минимальная конкуренция. Так, Татьяна, где искать инвесторов? Где искать инвесторов, я рассказываю прямо на своем расширенном курсе. Так, следующий вопрос. Торги оффлайн, как документы подаются на торги оффлайн? Так, Андрей, как это, как подаются? Вы же у меня обучались, вы же знаете, как подаются. Я, насколько вам помню, я дополнительно вам еще видео прикрепляла, то есть, что мы с вами подготовим пакет документов, да, то есть, там, как минимум, заявка, паспорт, ННС, НИЛС, туда прикладываем опись документов, да, то есть, в зависимости от того, дальше идут какие торги. Если вдруг у вас есть такой вопрос, если вы где-то меня недопоняли, то напишите мне в личное сообщение, да, то есть, там, ну, я вам дам тогда ответ. Я же помню вас, мы же с вами разговаривали, вы еще, я помню, что не выполняли домашнее задание, я очень сильно ругалась, что вы не выполнили его. Так, Василий Зайцев, субаренду можно сдать? Можно сдать субаренду, да, то есть, секция аренда, мы с вами можем посмотреть, что, например, можно сдать субаренду, а что нельзя, то есть, это прямо прописывается в извещении. Так, кто-то опаздывает, ничего страшного, подключайтесь, потом, если что-то недопоняли, пересмотрите в записи. Так, Михаила, арендодатель предоставляет юридический адрес арендатору на арендованной площади, да, то есть, ну, говоря простыми словами, предоставляет ли государство юридический адрес, да, то есть, своему арендатору. Здесь, смотрите, здесь этот момент надо уточнять. Например, если у нас аренда до года, да, то есть, 11 месяцев, то она у нас не регистрируется в Росреестре. И раз она у нас не регистрируется, значит, здесь надо уточнять, да, то есть, у нас она предоставляется или нет. Если аренда от года, да, то значит, она регистрируется в Росреестре, значит, предоставляет юридический адрес. Так, следующий вопрос. Павел, вопрос, шаг аукцион и начальная цена. Допустимая цена, если проиграл аукцион, деньги возвращает. Расскажите про это. Так, шаг аукциона и начальная цена, допустимая цена. Смотрите, как у нас проходит, в принципе, аукцион, да, то есть, как у нас проходит. Вот у нас есть начальная цена, то есть, так же, как в карточке, да, то есть, так же, как в кино, мы с вами участвуем в торгах. Поднимаем. У нас есть всегда минимальная цена. Побеждая тот, кто предложил максимальную цену. То есть, здесь у нас нет допустимой цены, да, то есть, что, например, до такого вы торгуетесь. Нет. Кто максимально предложил цену, тот и выиграл. Если вы вдруг не выиграли аукцион, то деньги возвращаются. Единственное, есть нюансы такие, что, например, в аренде не всегда возвращают. Приватизация тоже в земельных участках. То есть, вот эти моменты мы все это разбираем. Константин, как проверить юридическую безопасность? На это у меня есть своя методика. То есть, естественно, все мы ее на расширенном курсе разбираем всю эту методику. Так, Ирина, на электронных площадках необходимо регистрировать. Смотрите, на электронных площадках у нас есть как регистрация, так и агрегидация. То есть, надо понимать здесь, просто разбираться в конкретной каждой площадке. Так, Джонни Андрея, значит, плохо учился, раз переспрашивают. Да не то, чтобы плохо учился, возможно, просто это немножко выпало из головы. То есть, такое тоже бывает. То, что я очень много информации говорю, да, то есть, вы же понимаете, что я говорю, говорю, говорю. Даже если я сейчас, вроде бы, вам было все понятно, я попрошу вас повторить то, что я сказала. И здесь, ну, может быть, ну, да, то есть, немножко можно пойти в ступор. И, в принципе, муниципальные торги-то достаточно сложные, да, то есть, у них, ну, реально надо разбираться. Возможно, просто, ну, где-то какую-то тему пустил, ничего здесь такого страшного нет. Мы все люди. И, как вы видите, да, то есть, ну, я всегда готова пойти на помощь, если вдруг что-то от меня будет, это необходимо. Так, кто договаривается с организатором торгов об осмотре лота? Сам инвестор или агент? Это зависит, смотрите, от того, что либо инвестор сам нашел лот, либо, да, то есть, вам написал и скинул ссылку, да, например, и сказал, вот, я его уже посмотрел, или я его только хочу посмотреть. То есть, либо он сам уже просто позвонил, договорился, уже посмотрел, он уже с готовым лотом к вам приходит. То есть, он уже его хочет купить, да, то есть, либо вы договариваетесь. Вообще, в основном договаривается агент. А так, как проверить юридическую чистоту, как все оформляется, как все делать удаленно? Удаленно, смотрите, оформление у нас, но в данном случае именно в Росреестре удаленного у нас нету. То есть, в любом случае, там, нам придется ехать в МФЦ, если вы про это говорите. А юридическую чистоту мы проверяем, да, то есть, на своем курсе я все это расширенно говорю, потому что, на самом деле, там, в 10-15 минут это не уложить. Это огромный, ну, то есть, это огромный урок в полтора часа. Так, нужно ввести конспект, да, нужно ввести конспекты. Так, мы немножко отвлеклись от темы, да, давайте все-таки у нас перейдем к способам заработка, которые у нас есть, да. То есть, ответила на часть вопросов, ну, потом еще вернусь, еще дополнительно отвечу на вопрос. И еще у нас есть с вами способ заработка, да, то есть, это субаренда. Субаренда, в чем состоит здесь у нас, в принципе, смысл? Это максимальный, то есть, это максимально, как сказать, да, да, то есть, в муниципальных торгах это тоже то, на чем мы можем сделать пассивный доход. Пассивный доход, это когда он, в принципе, не зависит от вашей ежедневной деятельности, то есть, вы можете делать все, что угодно, загорать на солнце, да, то есть, лежать, уезжать на море, и вам ежемесячно будет приходить денежка, да, то есть, вот здесь вот максимально пассивный доход, быстро вы можете этого достигнуть. В чем здесь состоит смысл? Мы берем помещение в аренду по цене ниже рынка. Понятно, что ниже рынка, потому что по рынку нам оно просто будет неинтересно. Мы взяли помещение в аренду и, соответственно, перездаем его в дальнейшую в субаренду. Разница и составляет наш пассивный ежемесячный доход. И в чем здесь важно? Здесь у нас пассивный доход. Запомните, что от вашей ежедневной деятельности это абсолютно никак не зависит. Но здесь нужны ваши точные расчеты. Вы точно должны понимать, что если вы, например, взяли объект для субаренды, если у вас съедет арендатор на месяц-два, вы в любом случае не должны уйти в минус. Вы в любом случае должны находиться в плюсе. Поэтому важно искать очень такой интересный объект. И вот давайте прямо на примере разберем, чтобы было прямо понятно. Например, вы взяли объект недвижимости, взяли его в аренду. Аренда составляет 30 тысяч рублей в месяц на 5 тысяч. Например, спортзал в данном случае. 30 тысяч рублей в месяц на 5 лет. Если мы с вами посмотрим по рынку, сколько стоит такой объект. То есть по рынку такой объект составляет 100 тысяч рублей в месяц. То есть разница 70 тысяч рублей. Мы получаем ежемесячно. 70 тысяч умножаем на 12. Соответственно, умножаем еще на 5. И мы получаем с вами вот эту сумму интересную, которую мы можем заработать. Не забываем о том, что нам необходимо будет оплачивать налоги. То есть от 13 до 26% от заявленной стоимости. То есть про налоги не забываем. Налоги необходимо всегда оплачивать. Не надо думать, что вот я сейчас это все просто уберу и все. И у меня никаких налогов не будет. Нет, в любом случае по налогам запоминаю. У нас есть плюсы каждой стратегии. Давайте все-таки плюсы про каждой стратегии проговорим. Сейчас я вам про одно сказала, про другое, про третье. Рассказала 5 способов, как можно заработать. И кто-то, возможно, увидел способ для себя. Причем, обратите внимание, здесь нет купил дешевле, продал дороже. Потому что я не считаю, что это способ. Потому что здесь нужны вложения. Купил дешевле, продал дороже. Здесь нужны вложения. Вам я показала только те заработки, где мы зарабатываем без своих собственных вложений Обратите внимание на эту правду, что без своих вложений, то здесь они вам не нужны И первое, да, то есть это способ много клиентов, то есть в чем здесь состоит плюс? Это быстрый и легкий старт в профессии без своих собственных вложений Ну, понятно, то здесь в принципе даже с юридической стороны не надо много знаний, не надо много уверенности Второе, это аренда для своего бизнеса Сэкономил, все равно заработал, да, то есть прибыль вашего существующего или будущего проекта Она получается, ну она ваша, вы ее экономите Третье, для клиента под ключ, да, то есть смотрите Для клиента под ключ, в чем здесь состоит плюс, да, и в чем здесь смысл? Что вам нужен только один объект, один клиент, вот запомните, один объект, один клиент Вам не надо больше, вам не надо миллионы клиентов И здесь вы получаете максимальную комиссию, которая в принципе может быть И также вкладывать своих собственных средств здесь вам не нужно Четвертое, это субаренда Субаренда это самый быстрый способ создания пассивного дохода с минимальными вложениями Да, то есть смотрите, причем обратите внимание, вам ничего не нужно покупать Это имущество также будет принадлежать государству Но вы будете распоряжаться им на протяжении нескольких лет, да, то есть как своим собственным Я считаю, что это очень круто, да, то есть так как здесь у нас есть в принципе возможности выбора заработка То есть каждый может выбрать заработок для себя, то, что интересует именно его Возможно реально кому-то интересно больше купли и продажи Возможно кому-то интересно для клиента под ключ, возможно кому-то еще, да, то есть какой способ заработок интересен Вот как вам комфортно будет работать по тому способу заработка, вы и можете здесь работать и зарабатывать Да, то есть в любом случае каждая стратегия хороша и на каждой стратегии можно заработать Я это знаю на 100%, то есть я это проверяла И сейчас дайте мне, пожалуйста, обратную связь, какая стратегия вам ближе именно всего То есть вот прям в чат напишите Так Сергей, как составить заявку на участие в торгах? Как составить заявку на участие в торгах? Это прямо мы подробно разбираем Потому что у нас здесь есть 6 видов торгов На 6 видов торгов у нас абсолютно разные заявки на участие в торгах Да, в принципе есть такие торги, где 2 заявки можно подавать То есть там еще на выбор И это все прям отдельная тема, где мы это все разбираем Так А ремонт кто делает? Евгений, вы делаете Марианна, ЭЦП есть разного содержания для участия в муниципальных торгах? Какие требования? А смотрите, ЭЦП у нас в принципе для участия в торгах То есть там нету конкретно для муниципальных, нету конкретно для банкротных, нету конкретно для госзакупок То есть есть просто электронная цифровая подпись для участия в торгах А вот какими она площадками наполняется, вот там уже надо понимать У меня универсальная электронная цифровая подпись Вот я вам прямо сейчас покажу То есть она у меня уже 3 года, эта электронная цифровая подпись Почему 3? Потому что ежегодно я ее просто переписываю То есть у меня подходит время к концу, я ее продляю, да, то есть мне ее переписывают И вот в чем здесь плюс, да, то есть у меня электронная подпись сделана за 27 тысяч рублей То есть она у меня на 15 месяцев, и я участвую как бы в ней в торгах, она всегда со мной То есть, но учтите, что я участвую с разными видами торгов То есть я работаю абсолютно с любым имуществом Что касается муниципальных торгов В муниципальных торгах самая недорогая подпись Потому что здесь работают только с федеральными государственными площадками Да, то есть здесь минимальная электронная цифровая подпись стоит 5200, по-моему И вот что касается моей подписи, ну, если вдруг кому-то интересно просто То моя подпись подходит как для сдачи налоговой, да, то есть, ну, она прям универсальная И она для всего, для всего, для всего Поэтому здесь такой ценник Итак, я вижу, что вы мне даете для обратной связи То есть смотрите, кому-то клиент под ключ Я вижу у кого-то первое, третье, четвертое, да То есть первое много клиентов для клиентов под ключ Чтобы аренда всех, да То есть аренда для своего бизнеса Вот я вижу, что у нас есть бизнесмены Ну, то есть, как мы видим, абсолютно все способы хороши, да То есть Татьяна пишет, что они, в принципе, способ много клиентов, да То есть, ну, только один она видит Абсолютно любой способ хороший, да То есть, если вы хотите здесь на этом зарабатывать Итак, да, коллеги, все эти шаги, что мы, ну, разобрали на текущий момент Все эти способы, что я вам показала Все эти ответы, что я вам давала, да То есть, ну, комментарии вы не писали Я вам давала ответы Основаны на моем личном опыте И уже на текущий момент на опыте моих учеников Почему? Потому что у меня ученики по всем регионам, да То есть, я уже готова к каким-либо региональным таким моментам То есть, я уже могу предупредить Я знаю, что, например, может быть в регионах И что может встретиться Поэтому, если вдруг какие-то нюансы Я, естественно, об этом рассказываю Что, например, в таком-то регионе то-то, то-то Или вы можете встретить то-то, то-то Я хочу показать пример моей ученицы, да То есть, Елена Громова Елена Громова, но она покупала квартиру для себя В чем здесь такой интересный момент Что она только-только пришла на обучение Только-только, да То есть, пришла на обучение Еще там, ну, толком ничего не успела пройти И нашла эту квартиру И она мне написала Она говорит, Юля, как бы, ну, так и так Я хочу приобрести квартиру Хочу приобрести ее для сына Но пока я не знаю, как это сделать, да То есть, можно ли как-то помочь И мы вместе приобретали эту квартиру То есть, я за нее участвовала в торгах Готовила пакет документов вместе с ней Проверяла его, да То есть, и в итоге мы выкупили квартиру По цене полтора миллиона рублей По рынку была квартира 2 миллиона 350 тысяч, да То есть, наша выгода составила 850 тысяч Я считаю, что это очень круто Потому что бы, как минимум Если Елена была там, ну, простым инвестором Скажем так, да То есть, которыми ее называют Да, я бы с нее еще взяла комиссию Там, в 100-200 тысяч рублей Ну, за ту работу, что я проделала А здесь, так как она была моей ученицей Да, естественно, мы просто ей помогла это сделать То есть, никакой комиссии я здесь с нее не взяла Вот еще один пример моего ученика, да То есть, Роман Крыжановский И Роман купил для себя, для работы То есть, он выкупил Урал Рыночная стоимость Урала автокрана 350 тысяч рублей Выкупил он по цене 200 тысяч рублей Покупал он его на свои личные средства Для себя, да То есть, и здесь его выгоды составило 150 тысяч рублей И здесь у него есть несколько сейчас вариантов заработка, да То есть, либо он может, например, перепродать и забрать эту свою комиссию в 150 тысяч рублей Может самостоятельно на нем работать, да То есть, сделать на этом какой-либо бизнес Либо, ну, сдавать его в аренду И также делать на этом какой-либо бизнес Коллеги, дайте, пожалуйста, обратную связь, да То есть, кто согласен, что к обучению следует подходить системно, да То есть, кто согласен, что нужно полностью все понимать Потому что любой бизнес имеет подводные камни, да То есть, и в этом бизнесе они тоже есть Я рассказываю, ну, прямо на своем расширенном курсе Как избежать эти подводные камни, да То есть, как на них не наткнуться и что здесь может быть Так Пока вы мне даете обратную связь, да То есть, кто согласен, что к обучению следует подходить системно Да, то есть, дайте обратную связь Я отвечу вот на вопрос, который я вижу Дмитрий Какой процент Так Какой процент при отказе выкупа лота после выигрыша по недвижимости? Дмитрий, да То есть, смотрите Что касается, какой процент при отказе Во-первых, у меня еще никто никогда не отказывался То есть, если мы выиграли торги, значит, лот выкупают Да, то есть, ну, соответственно, мы просто сразу обоснованно все это говорим с инвестором То есть, вот это, вот это, вот это Я сразу предупреждаю о том, что если мы выигрываем торги И вы по какой-то причине отказываетесь от выкупа лота То в этом случае вы мне оплачиваете комиссию в 100% Потому что моя услуга считается оконченной Да, то есть, я вам ее оказала от и до Я применила свои знания, теорию и практику, да То есть, и, соответственно, я на это потратила время То, что у вас что-то пошло не так, это абсолютно ваши проблемы И я вот, ну, прям открыто вот так говорю И если говорить честно, я со всеми своими инвесторами говорю Вот так же, как и с вами То есть, у меня нет такого, что для одних я одна, для других другая Нет, я всегда одинаковая Я всегда говорю прям Как бы там это ни было, как бы там это ни звучало Если даже вдруг у меня возникает такая ситуация Да, то есть, а несмотря на то, что я опытный брокер У меня возникает, да, то есть, периодически там такая Ну, там, бывают такие ситуации, что где-то я бываю неправа Что где-то я была, ну, да, там накосипорила Ну, к примеру, подала заявку на участие в торгах А подала ее, ну, например, там просто прикрепила Сделала правильно, а подкрепила ее от другого лица Например, ну, заявку, если отклонят То в этом случае я просто открыто скажу, что я накосипорила Да, то есть, ну, можно прям сказать, что так и так Поэтому Что касается процент, если отказались Так, я вижу, что пошли плюсики Я вижу, что вы согласны, что к обучению следует подходить системно Так Ирина, заключайте агентский договор с инвесторами Агентский договор возмездного оказания услуг Я заключаю их плюс доверенность Они мне делают универсальную Универсальную доверенность, что я могу от их имени заключить договор И даже, то есть, у меня реально универсальная доверенность Я даже от имени своих инвесторов могу продавать их имущество Их имущество, которое даже не куплено с торгов То есть, я могу поставить свою подпись Подать документы от их имени И как бы переоформить Но вот мы вот на таком доверии работаем Я считаю, что это очень круто И каждый реально может так работать на доверии Если, ну, если вы будете там Говорить честно и открыто Итак, да, то есть К чему мы с вами переходим, да То есть, почему я спросила, что к обучению следует Подходить системно Вы мне на протяжении нескольких дней писали о том Что сколько стоит расширенный курс Вы мне задавали эти вопросы в лоб на вебинаре Вы меня завалили вопросами в личных сообщениях в группе ВКонтакте Да, то есть, сколько стоит курс Сколько стоит курс И вчера я вам сказала, что я просто не была к этому готова Сегодня я подготовилась и готова вам рассказать Сразу вам хочу сказать, что старт курса у нас не 22 февраля Я не знаю, почему здесь ничего не поменяли Старт у нас курса планируется на 30 марта Старт курса у нас 30 марта планируется, да То есть, называется он реальный бизнес на муниципальных торгах По срокам у нас получается 6-недельный курс 6-недельный курс именно вживую Итак, да, то есть, идем с вами далее У нас есть 5 этапов построения бизнеса Вы видели уже эту картинку на протяжении нескольких дней Что есть 5 этапов построения бизнеса Я говорю, 5 этапов построения бизнеса И важно понимать, что это за этапы И в принципе, что они вам дают, да То есть, в каждом этапе И, во-первых, хочу сказать, что это все этапы, которые прошла я сама То есть, я их проработала на себе Они уже проработаны на моих учениках Я знаю, что это в 100% миллионов, миллиардов раз работает И я на текущий момент хочу вам дать возможность Изменить свою жизнь и начать зарабатывать на муниципальных торгах Уже через месяц У меня есть сформированная методика Я ее сформировала, уже проработала, да То есть, проработала, пока работала сама Уже мои ученики успешно по ней работают У меня есть примеры, куча примеров моих учеников Которые зарабатывают минимум 100 тысяч рублей И я даю вам возможность повторить мой опыт и опыт моих учеников Если вы этим пользуетесь, вы зарабатываете по-другому никак Если вы этим не пользуетесь, если вы пришли просто послушать То, пожалуйста, послушайте, ваша жизнь вообще никак не изменится Мы с вами будем встречаться несколько раз в неделю Мы с вами будем встречаться несколько раз в неделю в живом эфире И по всем этапам я буду проводить вас лично за руку То есть, прям обратная связь будет от меня, не от куратов Но сразу вас хочу предупредить, да, что это не волшебная палочка То есть, здесь по взмаху не полетят вам миллионы И, конечно же, сразу хочу сказать, что 24 на 7 на самом-то деле здесь не надо работать Один-два часа в день, этого достаточно для того, чтобы начать зарабатывать на муниципальных торгах Да, то есть, еще раз вам хочу сказать, что это не волшебная палочка Не волшебная палочка По взмаху здесь деньги не полетят Здесь необходимо трудиться, трудиться, трудиться Да, то есть, практика, практика, практика И к этой практике я готовлю все свои ошибки, весь свой опыт я вам передаю Еще раз вам напоминаю, что обратная связь будет конкретно от меня То есть, не от кураторов, а именно от меня То есть, все от меня И главный результат, который вы должны получить Это хороший, а самое главное, стабильный доход И давайте по каждому этапу я вам прямо расскажу более конкретно По каждому этапу это 5 этапов построения бизнеса Это поиск лота, это анализ лота, это выбор стратегии, это участие в торгах И это получение нашей прибыли Давайте более подробно по всему разберемся Что вас ждет в каждом этапе Итак, этап первый, поиск лота Поиск лота это, в принципе, база всего-всего-всего То, что у нас есть, да, то есть, то, с чем мы работаем Вы уже, в принципе, смотрели, что есть на сайте торги.gov Вы видели, что там просто миллионы лотов, с которыми можно работать Но сразу вам хочу сказать, на самом деле, нет, не со всеми лотами можно работать И вот этот этап, именно поиск лота, что он нам дает, да То есть, на данном этапе я вас учу работать с самыми-самыми прям интересными лотами Это те лоты, которые интересны инвесторам Это те лоты, которые разлетаются, как горячие пирожки Это то, на чем вы будете зарабатывать то, что вам принесет денег И самое главное, что без ваших вложений То есть, подводя итоги, да, то есть, еще раз На этом этапе мы с вами научимся находить самые выгодные, самые ликвидные лоты Которые с радостью покупают инвесторы, которые реально принесут вам доход Без вложений, да, то есть, еще раз говорю Вся моя методика на том, что все у нас без вложений Это первый этап, это поиск лота Да, то есть, вот это вам у вас такой результат должен прийти Второй этап, это анализ лота Анализ лота, что это такое, да, то есть, давайте разбираться более подробно Ну, во-первых, как я уже говорила, это юридическая сторона, да, то есть, это юридическая сторона каждой сделки И, в принципе, каждая сделка, да, то есть, она у нас должна быть обоснована Если мы взяли лот, мы должны знать про него абсолютно все Мы должны знать, когда он выставился на торги, сколько дней проходит торги, да То есть, на основании чего, на основании какого приказа и так далее То есть, в каждой сделке есть свои тонкости и нюансы Абсолютно там каждая сделка, она не похожа, ну, там, друг на друга Они абсолютно все разные вот это как раз таки юридическая сторона каждой сделки и говоря простыми словами вот каждая юридическая сделка она должна быть безопасна она ни при каких обстоятельствах не должна быть отозвана с торгов ни при каких обстоятельствах там не могут вылезти какие-либо там другие ограничения обременений и так далее о чем не знал ваш инвестор либо еще хуже если вы покупали для себя да то есть и вдруг что-то там вылезло нет вот вы здесь должны максимально безопасно научиться проверять все это дело причем смотрите вы это должны на этом этапе анализ лота вы научитесь проверять безопасно именно да то есть лот без юристов без юристов без привлечения каких-либо других специалистов и здесь мы все это прям подробно разбираем то есть вы на сто процентов понимаете да то есть перед чем войти в сделку что она безопасна и что вы здесь можете безопасно участвовать в торгах и так 3 ты выбор стратегии получения прибыли да то есть возможно кому-то в принципе был непонятно но давайте более-менее подробно здесь разберемся во первых да то что мы здесь с вами узнаем мы с вами научимся определять свой заработок на том или ином лоте ну например говорят принципе простыми простыми словами да то есть вы берете автомобиль ну пускай будет не автомобиль а пускай вы взяли квартиру и вы понимаете что например если вы эту квартиру возьмете для инвестора то вы заработаете вот нам квартира 1 миллион рублей кадастровая стоимость 2 миллиона рублей ну так грубо говоря вы понимаете что если вы эту квартиру возьмете для инвестора то вы заработаете 100 тысяч рублей да то есть 10 процентов а вот это нормально вы заработаете 100 тысяч рублей а если вы эту квартиру купите на свои собственные деньги то в этом случае вы можете заработать например 300 тысяч рублей если ее перепродать да то есть ну мы понимаем что разница здесь вот прям существенная разница ну круто в 200 Но если мы начнем все это перепроверять, то есть если мы начнем все это высчитывать, что мы здесь поймем? Что, например, вся недвижимость у нас облагается налогом, то есть это дополнительное время, это дополнительная регистрация в Росреестр, это еще дополнительные расходы, плюс у нас расчет налогов по кадастровой, что-то облагается ДФЛ, что-то не облагается и так далее. И в итоге может что у нас вылезти, что нам проще в принципе работать за комиссию. И вот на данном этапе мы должны с вами именно понять, то есть взяли мы лот и по какой стратегии мы работаем, то есть как нам выгоднее заработать больше денег. Естественно, мы все люди, мы все здесь пришли для того, чтобы заработать. И здесь нет ничего такого, что я вам открыто говорю, что на конкретном лоте мы можем заработать разную сумму денег. Главное это правильно просчитать, то есть главное выбрать стратегию, да, то есть нужно научиться определять спрос и лот на цену, ну и также выбрать правильную стратегию монетизации. Я считаю, что это нормально. Четвертый этап, это участие в торгах. Участие в торгах, да, то есть в принципе говоря простыми словами, что смотрите, мы подошли с вами вот к этому этапу. Вы можете очень круто, очень классно уметь анализировать лоты. Вы можете очень круто, да, то есть их искать, можете очень круто разговаривать с инвесторами. Но если на данном этапе вы накосипорите, накосипорите, если вы неправильно подготовите пакет документов, если вы неправильно подадите заявку на участницах, то то, что вы делали, то, что вы тратили все это время, да, то есть оно просто будет впустую, в ноль. И вот именно на данном этапе мы с вами узнаем, по каким правилам у нас проводятся торги. То есть одно универсальное правило. То есть я его просто в кучу торгов собрала, я теперь знаю, как точно у нас проводятся правила, по каким правилам у нас проводятся торги. Мы с вами соберем пакет документов, прям готовый, универсальный, с которым вы дальше будете участвовать абсолютно в любых торгах. И также на курсе вы подадите свою первую заявку на участие в торгах, то есть прямо на курсе мы с вами будем участвовать в торгах. И вот самое главное, если вы будете знать только конкретно вот этот этап, вы можете зарабатывать 5-10 тысяч рублей за одну заявку. 5-10 тысяч рублей они тоже на дороге не валяются, вы должны это понимать, что кто-то за 20 тысяч рублей там ходит и работает на протяжении долгого времени. А здесь там подали заявку на участие в торгах, 5 тысяч рублей заработали. Это зная только конкретно этот этап. Вот если вы знаете этот этап, способом много клиентов, вы вообще можете без проблем работать, да, то есть можете зарабатывать. Он как раз-таки относится вот к этому этапу. И пятый этап – это получение прибыли, да, то есть какой результат мы с вами здесь достигнем, в принципе, что здесь должно быть. Да, то есть вот в этом этапе мы понимаем, в какой момент мы получаем свою прибыль. То есть, к примеру, мы сделали поиск лота, анализ лота, да, то есть мы выбрали стратегию, подали заявку на участие в торгах, выиграли торги. И вот конкретно мы здесь что понимаем? В какой момент мы получаем свою прибыль? Либо в момент заключения протокола, либо в момент заключения договора купли-продажи, либо, например, в момент, да, то есть когда мы регистрируем недвижимость. Потому что сроки у нас всегда разные, нам здесь важно понимать. То есть, в принципе, мы работаем для того, чтобы нам заработать денег. Это бизнес. И мы должны понимать, в какой срок мы получим деньги, да, там себе на карту, я не знаю, там НИПы и так далее. Также на этом этапе мы должны с вами понять, как нам сократить налоги. То есть вот здесь мы более подробно разбираем, то есть как проще работать, как самозанятому, как физическому лицу, как индивидуальному предпринимателю, какие есть плюсы, какие есть минусы. Также на этом этапе, да, то есть мы с вами научимся доводить сделку до конца. Если говорить про недвижимость, то, например, мы ее будем регистрировать с вами в Росреестре. И здесь самое такое, что это все разные процессы, да, то есть реально все, что я сейчас говорю, это абсолютно каждый лот, это абсолютно разный процесс. И здесь необходимо разбираться в этом во всем для того, чтобы в дальнейшем можно было больше заработать. То есть мы всегда увеличиваем, увеличиваем датус больше, больше, больше. Мы за одну информацию, мы за то, что мы датус профессионалам можем брать больше комиссий. То есть потому что, в принципе, с муниципальными торгами разобраться достаточно сложно, поэтому здесь минимальная конкуренция, да, то есть люди пришли, попробовали, ну, непонятно, и они ушли. И вот именно моя методика, мое обучение зависит от того, да, то есть прям полностью она построена шаг за шагом, да, то есть методика сформирована так, что она у вас вообще не оставляет никаких вопросов, как работать с муниципальными торгами. То есть пройдя у меня обучение, вы точно понимаете, что вы профессионалы, и вы смело можете участвовать абсолютно в любых торгах. Итак, да, то есть пять этапов построения бизнеса. Еще раз давайте их с вами вспомним, посмотрим, если вдруг вы забыли, хотя вот на протяжении прям уже нескольких дней вот эту картинку я вам показываю, да, то есть и вы должны понимать, что у каждого получится, что если вы хотите с этим разобраться, да, то есть я вам выдаю информацию, теорию, практику, очень много практического, да, то есть если вы разбираетесь, то у каждого абсолютно это получится, это каждый сможет. То есть это несложно. Главное научиться и главное освоить, да, то есть азы и основу. После прохождения курса вы реально получаете возможность изменить свою жизнь раз и навсегда. Это, да, то есть также вы получаете дополнительную профессию, которая будет приносить вам хороший заработок в удовольствие. Не так давно я говорила, да, то что значит изменить свою жизнь. Не так давно я говорила о том, что я приобрела себе земельный участок в Крыму. И как вы думаете, да, то есть могла ли я мечтать там о земельном участке в Крыму, если когда там 4 года назад я осталась одна с маленьким ребенком на руках? Конечно же нет, да, то есть я и думала, как бы мне в принципе просто там с голоду не умереть. А сейчас я понимаю, что ну а что там участок в Крыму? Можно в Крыму, можно в любом другом регионе взять участок. В принципе все зависит от нас. Главное с чего-то начать. Главное в принципе с чего-то начать. Все видеоуроки, все дополнительные материалы, все шаблоны документов, все-все-все мои наработки, которые я нарабатывала на протяжении 4 лет, останутся у вас с вами навсегда. Плюс если будут какие-то обновления, дополнительно буду я проводатый, собираю своих учеников и выдаю им эти обновления. Все видеоуроки, которые остаются у вас, да, то есть вы можете их повторять в удобное для вас время. Вы просто заходите, да, то есть и вдруг что-то там, ну заходите, вдруг что-то вам где-то непонятно, пожалуйста, пересмотрели, если что-то написали мне вопрос, я вам всегда помогу. Плюс дополнительно вы получаете сертификат, да, то есть новый сертификат получат не все, я вам сразу скажу. А только те, кто выполнит все домашние задания, пройдет аттестацию, да, то есть и так далее, не бойтесь такого слова аттестация, да, то есть это несложно, потому что по той методике, которую я вам преподаю, да, то есть которую я для вас подготовила, разработала и нарабатывала опыт на протяжении 4 лет, она не оставит у вас вопросов, поэтому эта аттестация покажется вам очень легкой, если вы знаете, если вы проходили обучение, если вы знаете то, о чем вы, да, то есть то, с чем вы работаете. Итак, коллеги, дайте, пожалуйста, обратную связь, кто уже через месяц хочет заработать свои первые деньги на муниципальных торгах? Кто уже через месяц хочет заработать свои первые деньги на муниципальных торгах? Так, Виталий, извините за опоздание, все, наверстаю, пересмотрите запись. Так, Евгений, по земле, то есть пока вы не даете обратную связь, у нас есть небольшая задержка, да, то есть давайте я просто отвечу. Земельные участки за 0 рублей. На самом деле земельные участки за 0 рублей мы с вами в муниципальных торгах приобрести не можем. Это вот единственный момент, где мы с вами не можем купить земельные участки за 0 рублей. Хотела ответить на этот вопрос и, ну, потом заговорилась, естественно, не ответила. То есть в муниципальных торгах земельные участки выставляются либо по кадастровой стоимости, либо по рыночной. То есть в зависимости от усмотрения организатора торгов. Поэтому земельные участки за 0 рублей мы просто на них даже не обращаем внимания. То есть мы их проходим конкретно земельные участки. Все остальное мы можем купить за 0 рублей. Земельные участки нет. Так, я вижу, что плюсики. Да, я вижу плюсики, что хотелось бы. Вот Ирина, Татьяна, Басир, Павел, Александр, Виталий. Я вижу, что у вас очень много, что вы хотите заработать свои первые деньги уже через месяц. Так, я вижу, что Татьяна, Светлана, Роман, все хотят. Так, идем с вами далее. Я вижу, что вы хотите. Кто-то говорит, я хочу заработать через неделю. Василий, если вы хотите заработать через неделю, то это не сюда. Я уже говорила, что это не волшебная палочка по взмаку. Вот так вот руки вам деньги не повалятся. Это не криптовалюта, куда вы вложили, и потом у вас, да, то есть они там вам какие-то проценты падают. Нет. Здесь то, что чему нужно сначала научиться, это сначала нужно понять. Если вы хотите понимать, то, пожалуйста, давайте разбираться. Я вам помогу. Если вы не хотите здесь ничего понимать, да, то есть если вы хотите сразу миллионы, то, пожалуйста, покиньте нас, найдите себе просто, ну, то, чем вы будете заниматься уже через неделю. То, что вам принесет ваш заработок. Это не сюда, я еще раз говорю, по взмаху руки здесь вообще ничего никак не получится. Нет. Здесь необходимо сначала пройти обучение по моей методике, чтобы я это все лично вас курировала, лично все это проверяла, и только после этого вы сможете зарабатывать. Почему я говорю месяц? Потому что у нас обучение 6 недель. И у нас в течение обучения, да, то есть у нас есть прям практика. То есть мы подаем заявку на участие в торгах. Мы два раза подаем заявки на участие в торгах для того, чтобы вам понимать, да, то есть внутренний дисбаланс снять, да, то есть что как, зачем, для чего и почему. Это моя методика. Я точно знаю, что это работает. Итак, по стратегии много клиентов. Документы, ИНН, СНИЛС не брать у клиентов. Хотите берите, хотите не берите, да, то есть это не принципиально. Просто одни просят ИНН и СНИЛС, а другие не просят. Лучше переложить, чем не доложить. Так, Виталий, биржевой брокер прогорает быстрее, пробовал. Ну, на самом деле, то есть я не знаю, кто пробовал, да, то есть я на криптовалюте, да, я тоже потеряла деньги, я тоже пробовала криптовалюту, и поэтому я могу сказать, что вот идите вот на криптовалюту, если вам надо там заработать деньги через неделю. Итак, давайте уже мы, наверное, с вами, да, то есть перейдем, перейдем, наверное, к форматам обучения, что вообще входит, в какой формат, да, то есть, ну, и сколько, в принципе, чего вы получите по уроку. У нас есть три формата обучения, то есть я подготовила три формата обучения, которые может выбрать абсолютно каждый для себя, да, то есть в зависимости от того, чего он хочет достигнуть. Формат брокер самостоятельный. Формат брокер самостоятельный, сюда у нас входит поиск лота, анализ лота, модуль третий – это выбор стратегии получения прибыли, модуль четвертый – это участие в торгах, и модуль пятый – это реализация стратегии получения прибыли. Плюс вы дополнительно получаете еще уроки То есть это мои собственные методические наработки Это то, что я практикой нарабатывала годами То есть все эти модули, а также дополнительные материалы Из которых вы получаете еще больше знаний Которые будут вам в помощь Они всегда будут у вас под рукой Из которых вы сможете получить еще больше знаний И стать более успешным брокером То есть это все формат брокер самостоятельный Я считаю, что это очень крутой такой формат То есть здесь достаточно много информации Но в данном пакете То есть какое здесь вообще что есть То есть в данном пакете вы будете изучать все самостоятельно Он поэтому и называется самостоятельный То есть без моей поддержки Да, мы с вами встречаемся в прямом эфире Да, все это у нас проходит живые вопросы Вы в неживом эфире можете задавать Но у вас нет общего чата То есть у вас нет чата, где вы мне можете задавать вопросы И я на них буду отвечать Соответственно, в личных сообщениях Я могу быстро и не ответить Да, то есть это может быть неделя, две, три То есть на самом деле сообщений у меня куча То есть смотрите, формат брокер самостоятельный Вы получаете 17 видеоуроков по 5 модулям обучения И более 35 дополнительных материалов Но без моей поддержки Формат брокер вместе с Юлей Да, то есть что сюда входит? Сюда входит все то же самое, что и в пакет самостоятельный Да, то есть также сюда дополнительно входит Участие в закрытой группе ВКонтакте Да, то есть мы с вами собираемся в одной группе Там находимся Там я выкладываю все записи обучения Там же я проверяю ваши домашние задания Также у вас дополнительно входит 8 разборов домашнего задания У вас еще дополнительно будет 8 видеоуроков И мы с вами дополнительно в прямом эфире будем встречаться Я буду разбирать ошибки своих учеников Если они таковые имеются Да, то есть и прям в прямом эфире все это буду проговаривать Мы это будем разбирать Я лично проверяю, как каждая выполнила домашнее задание То есть вас ждет обратная связь лично от меня Плюс еще дополнительно в закрытом чате И плюс вас ждет дополнительный модуль Безопасный выкуп недвижимости с муниципальных торгов Для чего вам этот модуль нужен? Да, потому что мы здесь больше времени конкретно посвящаем На что посмотреть в документах Да, то есть куда посмотреть, какую галочку поставить Что, где, зачем, для чего и почему Да, то есть да, мы это, конечно, разбираем все в формате самостоятельно Да, то есть это включено Но здесь более подробно, более расширенно мы все это разбираем Формат брокера индивидуальный вместе с Юлей Что сюда входит? Сюда входит все то же самое Да, то есть смотрите, здесь именно индивидуальный, а там был вместе То есть сюда входит все то же самое, что и пакет самостоятельный Все то же самое, что и пакет вместе с Юлей А также сюда дополнительно входит, да, то есть, вас ждет личный чат со мной, лично в контакте, в ватсапе, там по телефону вы можете со мной созваниваться, списываться и мы будем находиться с вами на связи, да, то есть, здесь уже лично я буду отвечать вам на вопросы, а не в группе, да, то есть, в процессе обучения вас дополнительно ждет курс личного коучинга, где у вас будет максимальная прокачка мозга, при котором вы сможете максимально быстро стартовать в муниципальной торгах и начать зарабатывать. Да, то есть, я вам приятно вас прокачиваю, прокачиваю, прокачиваю. Плюс вас ждет личная проверка ваших документов перед участием в торгах, а также помощь в сопровождении сделки, если вам это будет необходимо. Причем, смотрите, проверка документов перед участием в торгах это не разу, да, то есть, это может быть через месяц, через два, через три, через год. Да, то есть, здесь, ну, есть огромный такой плюс. Также, смотрите, вас ждет дополнительный модуль арестованное имущество. Что за арестованное имущество? Арестованное имущество это имущество от приставов, это то, что конфискую, да, то есть, конфискую за что? За долги, за алименты, да, то есть, за что? За ипотеку, за то, что не платят, за кредиты. И все это имущество продается у нас также из торгов и продается у нас также с сайта торги GoFro. И вот мы более подробно будем разбирать, что это за имущество и как с ним работать. Пройдя только дополнительно этот модуль, вы сможете зарабатывать минимально там еще плюс 20 тысяч рублей в месяц. Также вас ждет еще один модуль работы с долевой недвижимостью. Что значит работать с долевой недвижимостью? Ну, к примеру, в торгах продается очень много имущества, когда продается только, ну там, не целое имущество, а только часть, часть имущества, да, то есть, это называется доля. Ну, к примеру, квартира, да, то есть, у квартиры два хозяина, да, то есть, у каждого одна вторая доля. И вот одна доля продается, а второй хозяин как бы, ну, в квартире. И вот мы более подробно разбираем, как работать с этим имуществом, потому что здесь очень много своих тонкостей и нюансов. И здесь самая минимальная конкуренция, потому что просто боятся работать с этим имуществом. А самое здесь плюс, что на это имущество самая низкая цена, которая у нас есть. Итак, по вопросам... Так, Марьяна, резвые ребята собрались, наставник всегда нужен в той или иной степени. Да, но не обязательно вам нужен наставник, вы можете потратить 4 года своего времени, так же, как это делала я. А можете сократить время до одного месяца, начать зарабатывать и заработать еще больше денег. То есть, если бы я, например, на протяжении 4 лет зарабатывала 100 тысяч рублей в месяц, пока разбиралась с муниципальными торгами, то я бы заработала намного, на самом деле, больше суммы, чем я зарабатываю сейчас. Почему? Потому что... О чем мы говорим? Да, то есть, 4 года времени я личного потратила, то есть, у меня столько было ошибок. Я ездила и на торги, то есть, в другой город, да, то есть, там, за 200-300 километров я ездила на торги, чтобы поучаствовать в торгах. Я не знала, как мне лучше сделать. И заявки мне отклоняли на участие, и договор там со мной не заключали, да. То есть, почему? Потому что я просто не знала, на что мне опереться, что, от чего, зачем и как, да. То есть, и сейчас я перед вами вещаю, и я точно знаю, в какой момент, да, то есть, что вы можете рассказать организатору торгов и к чему вы можете уже быть, в принципе, готовы. Итак, давайте, наверное, с вами перейдем прямо уже к ценам, которые у нас есть. Итак, какая у нас стоимость, да, то есть, формат брокера индивидуальный вместе с Юлией. Мы с вами проходим все здесь индивидуально. Стоимость 89,900. Всего 3 места. Почему всего 3 места, да, то есть, почему ограничено место, так как у меня ограничено время работы. И я чисто физически, все те, кто захочет пойти на именно формат индивидуальный, я не смогу взять под свой личный контроль, да. То есть, потому что я не робот, у меня есть своя семья, у меня тоже есть, да, то есть, чем заняться. И плюс я зарабатываю тем, что я живу муниципальными торгами, да, то есть, я зарабатываю именно торгами. Теперь формат брокера индивидуальный вместе с Юлией. Да, то есть, стоимость 32,900, всего 15 мест. Всего 15 мест, тоже мест ограничено. Почему? Потому что здесь проверено, да, что чем больше мест, тем больше, ну, соответственно, вопросов, да, то есть, тем больше домашних заданий. И я просто чисто физически, ну, не успеваю тогда удивить каждому времени. 15 мест – это самое оптимальное, это комфортно мне для работы, это комфортно вам для работы, да, потому что у меня начинается никакого балагана. То есть, ну, и, соответственно, в чате тоже я каждому могу ответить на вопрос и, соответственно, уже между собой можем разговаривать. Это не когда 100 человек вам пишут, да, то есть, когда 100 человек пишут, это что-то нереальное, это что-то невыносимое. Поэтому 15 мест. Формат брокер самостоятельный, стоимость 24,900, всего 30 мест, да, то есть, почему здесь 30 мест? Потому что вы не задаете мне вопросы, да, то есть, вы разбираетесь совсем самостоятельно. Да, вы задаете мне вопросы в прямом эфире, но, в принципе, это нормально, да, то есть, когда мы встречаемся в прямом эфире, у вас есть вопросы, вы их пишете, да, то есть, и все участники, да, то есть, этого эфира видят эти вопросы, и они получают от этого дополнительные знания. Но всего 30 мест, потому что на самом-то деле, если уже больше 30 мест, просто начинается уже какой-то балаган, да, то есть вы начинаете заваливать меня вопросами. Поэтому 30 мест это максимально комфортно для вас, для меня, да, то есть поэтому количество мест ограничено. Итого стоимость курса всех трех форматов, да, то есть формат самостоятельный, стоимость 24 900, всего 30 мест. Формат вместе с Юлией, стоимость 32 900, всего 15 мест. Формат индивидуальный вместе с Юлией, стоимость 89 900, всего 3 места. Но, коллеги, на этом не все, да, то есть мы с вами находились в эфире несколько дней. Мы реально находились в эфире несколько дней, мы с вами познакомились. И я точно знаю, что сегодня у нас находятся, да, то есть люди здесь со всей России, да, то есть я знаю, что кто-то с Кемерово, кто-то с Новосибирска, кто-то с Москвы, с Санкт-Петербурга, с Кургана и так далее, да, то есть и все, кто находился с нами несколько дней прямо в эфире, да, для тех, кто выполнял домашние задания, для тех, кто мне писал, если вдруг, ну, я не могу выполнить домашние задания, там, по той причине, что, например, на работе или что компьютера нет под рукой, да, то есть вот для этих участников у меня есть специальное предложение. И дайте мне сейчас обратную связь, хотели бы узнать вы, да, то есть какое у меня есть специальное предложение, какие, в принципе, условия я подготовила именно для вас. Так, Константин, так, спору нет, знания, цена обучения, так, итого 48 человек в месяц, Ильдар, вы молодец, вы хорошо считаете, только почему в месяц, когда я сказала, что у нас 6 недель обучения. Так, я вижу плюсики, ура, скидка, я не говорила, что будет скидка, я говорила, что будет специальное предложение, про скидку вообще не было слова, да, вот плюсики, я вижу, что да, плюсики, и давайте, наверное, не буду я вас томить, мы прям с вами перейдем, да, то есть мы узнаем, что у нас там за специальное предложение, что я для вас подготовила. Что касается лотиков, вы говорите, лотики понадобились, лотики понадобятся не для этого, лотики понадобятся для секретного вебинара, вот на секретном вебинаре там еще больше информации, да, то есть там уже у нас с вами неформальная обстановка. То есть я точно понимаю, что на секретный вебинар приходят только те, кто хотят работать с муниципальными торгами, либо кто уже начал работать с муниципальными торгами. Поэтому там нет формальной обстановки, поэтому я вам говорю все, как оно есть, да, то есть именно с точки зрения практики, как оно это есть. Итак, какое у меня специальное предложение? Не буду вас томить, и давайте с вами к этому перейдем. Итак, стоимость курса. Формат самостоятельный. Стоимость 14 900 рублей вместо 24 900 рублей. Всего 30 мест. Формат вместе с Юлией. Стоимость 17 900 рублей вместо 32 900 рублей. Всего 15 мест. И формат индивидуальный вместе с Юлией. Стоимость 89 900. Стоимость 51 900 вместо 89 900. Всего у меня 3 места, да, то есть количество мест ограничено, поэтому спешите. Но, несмотря на то, что я для вас подготовила прям офигительную, я считаю, скидку, это еще не все. У меня есть бонус для самых быстрых. Сейчас вы поймете, про что я говорю. Я считаю, что это очень круто, да, то есть первые 10 оплативших получат красную кнопку для связи со мной. Что значит красная кнопка для связи со мной? Это значит, что у вас есть кнопочка. Если вдруг от меня вам когда-нибудь понадобится моя помощь, то вы можете ее нажать, и я буду с вами на связи, да, то есть на личной связи, абсолютно, да, то есть на личной связи. Что это значит? Например, да, то есть вы готовите пакет документов, у вас возник вопрос. Вы нажимаете красную кнопку, мы с вами созваниваемся и прорабатываем все вместе. Вы не знаете, например, как донести инвестору, что это торгим и что здесь, да, то есть необходимо то-то, то-то, то-то. То есть либо у него есть возражение. Вы нажимаете красную кнопку, мы делаем с вами трехстороннюю встречу в скайпе, в зуме, либо в принципе, где будет удобно, и я закрываю вопросы перед вашим инвестором. Лично я буду с вами на связи, да, то есть телефонный звонок, скайп, неважно, переписка ВКонтакте, переписка Ватсапе, все, что будет вам необходимо, вот эта красная кнопка остается с вами навсегда, но получают ее только первые 10 оплативших, да, то есть хотите связь со мной, да, то есть, пожалуйста, используйте. Это бонусом еще вам дополнительно, да, то есть для того, чтобы вы понимали, что, в принципе, у вас есть наставник, который в любой момент может выйти с вами на связь. Итак, код действует, то есть этот бонус за код, да, то есть какой у нас сегодня код? Код 3 девятки, 3 девятки, код 909 действует до 23.59 по московскому времени. Еще раз, код 909 действует до 23.59 по московскому времени. Куда мы с вами пишем код? Куда мы с вами пишем код? Давайте я вам прям на примере покажу, чтобы у вас не было вопросов, потому что вы мне начинаете писать код вот сюда, либо в личные сообщения, а мне этого совершенно не надо, да, то есть я этого не хочу. Итак, куда мы с вами пишем код? Заходим в реальный бизнес на муниципальных торгах, нажимаем написать сообщение, вводим код, нажимаем отправить, и вам автоматически, да, то есть вам автоматически приходит бонус. Я считаю, что это круто, да, то есть еще раз показала, как это писать лично, показала, как это писать на скриншоте, показывала, как это писать с телефона, да, то есть с телефона то же самое, потому что некоторые не могут разобраться. После отправки кода вам придет сообщение, ссылки, ссылки на подробности о курсе и возможности забронировать место и оплатить полное участие. Вам придет ссылочка. И внимание, да, то есть такой очень главный момент, да, то есть вам могут писать мошенники, могут предлагать скинуться, могут предлагать там, я не знаю, еще какие-либо инвестиции, могут предлагать курс дешевле, перевести деньги на карту, да, то есть не ведитесь, не обращайте на это внимание. Мы пишем только от официальной нашей группы, реальный бизнес на муниципальных торгах, да, то есть там мое изображение. И принимаем мы оплату только через наш сайт. Вам приходит реальный чек об оплате, да, то есть он приходит вам на почту, потому что мы работаем через онлайн-кассу. На карту, на Киви, на Яндекс, да, то есть мы никуда с вами не переводим. После оплаты вы пишете в группу ВКонтакте, да, то есть что вы оплатили, да, то есть, ну и скидываете, соответственно, туда чек. И мы вас уже переносим в другую группу, то есть это очень важно. Что будет завтра? И нужно ли вам вообще быть завтра? Я считаю, что завтра вам необходимо быть всем обязательно. Почему? Завтра будет крутейший день. Завтра мы будем разбирать, как найти лоты с нулевой стоимостью. Мы будем разбираться, как искать лоты с нулевой стоимостью, а также, например, как в них участвовать. Да, то есть онлайн или офлайн, или в принципе, как они проходят. Вот это все мы будем разбирать. И ключевое слово лоты с нулевой стоимостью, то есть их цена реально будет 0 рублей. Поэтому быть всем обязательно. И сейчас мы с вами переходим к рубрике «Вопрос-ответ». Переходим к рубрике «Вопрос-ответ». Так, Александр, вчерашний файл не открылся. Напишите, пожалуйста, еще раз в группу, да, что вчерашний файл не открылся, и мы вам перешлем. Иван, за второе задание были лотики? А, да, за второе задание плюс 10 лотиков. За второе задание плюс 10 лотиков было. Поэтому, да, лотики раздавали. Если кому-то не пришли лотики, да, то есть тоже напишите в группу, ну, мне не пришли лотики, и мы это учтем. И, соответственно, да, то есть мы посмотрим, сколько у вас будет лотиков, чтобы выполнить легальное домашнее задание, да, то есть и пригласим вас на секретный вебинар. Так, все окей, мы вас не забудем, не переживайте. Так, Алексей, как проходит оплата? Через сайт, через онлайн-кассу. То есть мы вам присылаем сайт, да, то есть вы переходите на этот сайт, нажимаете «Оплата», да, то есть и там у вас через робокассу, через онлайн-кассу вносите вам оплату. И на почту вам прям приходит реальный чек о том, что вы внесли оплату. Ильдар, брокер самостоятельный, можно забрать 5000 рублей? Ильдар, вы вот сегодня, помимо того, что, да, то есть вы уже первый раз там написали «Я на вас поругалась», не на вас, но на другого, да, то есть я на самом деле люблю ругаться. Смотрите, вы хотите забрать за 5000 рублей. Вот вы на работу идите, да, то есть за 5000 рублей и работаете там месяц. Вот трудитесь, делайте свое время, да, то есть тратьте свое время, за 5000 рублей нет. Если вы вот такое написали, значит у вас уже не идет, ну то есть идет неуважение ко мне. Если у вас идет неуважение ко мне, то тогда, пожалуйста, просто выйдите с нашего вебинара и больше сюда не приходите. Возможно, сейчас я сказала грубо, но я не в детском садике, то есть максимально, что можно было, я установила вам цену. Если вы думаете, что это заработок там какой-то мой, если вы сейчас пытаетесь с этим посчитать, то на самом деле для того, чтобы здесь перед вами вещать, уступает целая команда из 10 человек. И поэтому я не могу сказать «команда, вот вам, пожалуйста, 5000 рублей, вы что хотите, то и делайте». Поэтому, Ильдар, извините, нет, нельзя. Так, все домашние задания в сообщениях группа прислать. Смотрите, Алексей, если вы пришлете все задания в группах, в сообщениях, вам просто не начислятся логики. Вам не начислятся логики, ну и мы не сможем вас тогда пригласить на вебинар. То, что если сейчас все будут, так, Ильдар, извините, я просто спросила, ну и извините меня, если вдруг я вам грубо ответила, да, то есть, ну, я просто расценила это как неуважение к себе, да, то есть, я вспыльчивый человек, и я могу сказать то, как оно реально есть. То есть, я не скрываю, говорю открыто, я не буду вам улыбаться, там, Ильдар, там, что-то там написал, нет. Я как думаю, я так и сказала. Так, таблицу получил, но она заблокирована владельцем. Скачайте ее себе. Вы ее себе скачайте, она разблокируется, да, то есть, вы просто себе, ну, то есть, разрешите на редактирование. Татьяна, рассрочки у нас нету. Рассрочки нет, у нас нету. Так, а Светозар, а что у вас не открылось? Вот такой вопрос, да, вот мне интересно. Что у вас не открылось? Если, например, сайт, давайте я перейду, сама посмотрю. Сайт все открывается, да, то есть, здесь все окей. Давайте прямо на сайт я вам покажу, что он открывается. Вот, смотрите, мы находимся на сайте, да, то есть, видим, что когда у нас что и как. Видим, что здесь кнопочка записаться на курсе, выберите подходящий формат, да, то есть, нажимаете участвовать, участвовать, участвовать и так далее. То есть, здесь все абсолютно работает. Или может что-то другое у вас не работает, вы мне дайте, пожалуйста, обратную связь. Так, Сергей, до какого числа можно сдать задолженности по домашним заданиям? Вы можете сдавать домашние задания, потому что мы с вами еще будем в эфире. Мы с вами это еще, да, то есть, мы не прощаемся. Мы еще завтра будем в эфире, у нас еще будет секретный вебинар. Поэтому вы можете сдавать домашние задания, я их проверяю, я их вижу. Так, Дмитрий, если, как быть, если в квартире прописаны несовершенные, а на торгах я подавал заявку для личного пользования, что делать в данном случае? Ну, на самом деле, смотрите, да, ну, давайте открыто говорить, у вас есть два варианта. Либо вы приходите и беззаконно, ужасно, вандалом собираете все вещи, выкидываете детей, всех, кто там проживает. Но за это вы можете схлопотать статью, да, то есть, ну, я говорю вам открыто. Ну, и, соответственно, ваша человечность, да, то есть, что куда. Либо вы можете пойти законным путем. Законным путем вы просто вызываете участкового, приходите с ним, либо вызываете наряд полиции, да, то есть, и говорите, что вам необходимо, я собственник, вам необходимо до такого-то, такого момента выселиться. Если они не выселяются, если они не выполняют ваши требования, то вы подаете в судебном порядке, да, то есть, в судебном порядке это примерно 2-3 месяца. Домашнее задание вы присылаете ВКонтакте, в группе ВКонтакте. Ну, я поняла, что для личного приобретения, для личного, для перепродажи никого это, ну, на самом-то деле, не интересует. Ну, честно, если по ним говорить, вот, если там прописаны, то никого не интересует. Подавайте в суд, суд выселит, да, то есть, выселит и выпишет. И тогда, смотрите, если в судебном порядке, например, их выселять, да, то есть, людей, неважно, совершеннолетний, несовершеннолетний, несовершеннолетних тоже выписывают, да, то есть, смотрите, если выселяют, то тогда вы уже вообще сюда не относитесь, да, тогда приставы их будут выселять. Приставы самостоятельно приезжают, тогда собирают вещи и выселяют. Так, Павел, лотики не пришли за сегодня. А куда они не пришли? Может быть, вы неправильно сдали домашнее задание, может, в принципе, ну, то есть, куда-то не туда его написали, поэтому лотики не пришли. Если лотики не пришли, просто пишите в группу, да, то есть, лотики за сегодня не пришли, и мы вас автоматически учтем, что, да, то есть, что вас необходимо, там, пригласить на вебинар, потому что вы выполняли, но не пришло. Такое тоже бывает, да, то есть, ну, это же все у нас работает, работает от программы, программа тоже дает сбои. Так, Дениса, материалы, курсы останутся после прохождения? Конечно, останутся. Все материалы останутся у вас навсегда, их никто удалять не будет. И на самом деле даже, ну, давайте будем говорить честно, да, то есть, все мы люди, бывает всякое, да, то есть, что у меня было несколько раз? У меня за полгода два раза летела винда на ноутбуке, да, то есть, когда я начинала работать с муниципальными торгами, у меня был старенький ноутбук, два раза у меня летела винда. И все, что, в принципе, у меня было, да, то есть, у меня, ну, ну, все, у меня все удалялось. И я поняла, что вот после этого, да, то есть, когда я собирала все эти материалы заново, когда, в принципе, у меня по муниципальным торгам было куча материалов, да, то есть, во-первых, я перешла на облако, а во-вторых, я поняла, что у меня все материалы останутся, потому что такая ситуация может быть абсолютно с каждым. Поэтому, да, все останутся навсегда. Так. Андрей, у меня только раз приходили. Так, ну все, у кого раз приходили, да, то есть прям, ну не стесняйтесь, группу пишите, тогда мы просто вас будем переносить, чтобы нам точно понимать, да, а то мы потом сделаем рассылку, кто реально выполнил условия, да, то есть, а у кого-то они просто не пришли, да, то есть, ну какой-то там технический был сбой. Ну и чтобы такого не было, да, то есть, напишите, проверим, начислим и пригласим. Так, как можно посмотреть сам лот по недвижимости через связь с организатором торгов? Смотрите, Дмитрий, если что касается, например, да, то есть, посмотреть лот, если там проживают люди, если они вас не хотят туда пускать, если они вам не покажут данный объект, то это их полное право, да, то есть, это на законных основаниях они могут вас туда не пускать, потому что у них там находятся их личные вещи, да, то есть, пока вы не стали собственником, вы не можете попасть во внутрь квартиры. И вы покупаете ее наугад. Я так понимаю, что вы говорите про арестованное имущество, преимущество должников, которое от приставов, либо вы говорите про банкротство. Потому что, если мы говорим про муниципальные торги, да, то есть, конкретно, что продает государство, то, что принадлежит государству, то в этом случае там максимально безопасно и там нет прописанных, это я точно знаю. Да, там есть другие нюансы, но прописанных там нет. Так, я вижу, что у вас есть еще вопросы. Так, что значит «да, точно»? Дмитрий говорит «да, точно», что «да, точно»? Банкротство или что? Или что-то другое? Так, Евгения, на сегодняшний день, сколько у нас максимально должно быть логиков для того, чтобы попасть на секретный вебинар, да, то есть, на секретный день, где мы будем в неформальной обстановке с вами встретимся, у вас должно быть минимально 80 логиков. Вот, тогда мы вас приглашаем на наш секретный вебинар, и там, там будет очень крутая информация, но я, думаю, все равно сейчас не буду говорить, то есть, я оставлю это прямо в секрете. Вот там прямо будет неформально, там прямо будет все так, как оно есть. Ну, я, в принципе, всегда говорю прямо, да, то есть, но тем не менее. Так, арестованное имущество. Ну, а по арестованному имуществу, да, то есть, в принципе, в арестованном имуществе, чтобы работать, нужно знать вообще специальные условия, да, то есть, там нужно точно понимать, где мы работаем, как мы работаем, там специфические, да, то есть, там специфические инвесторы, то есть, они должны это понимать, там уже больше предпринимателей. И, конечно же, я все это рассказываю. Поэтому по арестованному имуществу, да, то есть, ну, там, в принципе, это арестованное имущество, это, в принципе, отдельный курс, потому что там законы, там нюансы, да, то есть, и сколько я работала с арестованным имуществом, то есть, сколько я там тоже потеряла своих денег, потеряла времени, ну, на самом деле, очень куча. Это еще у вас ни разу такого не было в арестованном имуществе, да, то есть, ну, это арестованное имущество, еще раз, для тех, кто не знает, это имущество от приставов, это то, что забирают за долги, за алименты, за ипотеку. И, на самом-то деле, ну, то есть, бывает так, это нечасто, но, тем не менее, если, например, вы внесли задаток за имущество, да, то есть, к примеру, ну, то есть, на торги имущество выставилось, а собственник этого имущества умер, и вот тогда вот задаток, который вы внесли, можете вернуть только через полгода. На самом деле, там вот куча нюансов. К муниципальным торгам, да, то есть, это не относится, то есть, ну, то есть, муниципальные торги, они более открыты, да, то есть, но в любом случае, там есть своя юридическая сторона. То есть, так как я работаю со всеми направлениями, да, то есть, я могу, ну, реально, там, ответить вам, в принципе, на любой вопрос. Так, просто у всех по 70. Вы просто спросили, сколько надо на сегодняшний момент, да, то есть, у нас сегодня вебинар, да, то есть, живой открытый, у нас завтра вебинар, то есть, вы понимаете, что вы еще там можете заработать лотики. Поэтому то, что у вас что-то чуть-чуть там не хватает, ничего страшного. Ничего вы не пропустили, все нормально. Итак, коллеги, жду от вас обратной связи. Жду ваших вопросов. Если вопросов нет, да, то есть, вы, в принципе, можете поставить не минусы, я буду понимать, что вопросов у вас нет, и мы потихоньку можем на этом завершать. Так, как быстро ли проходит оформление после выигрыша? Если мы с вами говорим про муниципальные торги, да, то есть, в принципе, оформление недвижимости у нас занимает примерно две недели. Но если вдруг организатор торгов накосячил договор о купле-продаже или актом приема-передачи или еще с какой-нибудь бумажкой, то, соответственно, это все управляется еще на одну неделю. Да, то есть, и самое максимальное, то, что у меня было оформление сделки, это у меня было 8 месяцев. Вот у меня было реально 8 месяцев от оформления сделки. Я прошла 7 кругов ада, но там были свои нюансы, и вот я сейчас реально, мне кажется, компетентна абсолютно в любом вопросе в плане выкупа имущества с торговок. Ну, я имею в виду ходового, да, то есть, автомобили, квартиры, спецтехника. Как вы находите инвесторов? Вот на текущий момент я уже их никак не нахожу, да, то есть, ну, вот прям реально никак. Почему? Потому что у меня уже работа на базу, они мне уже просто самостоятельно звонят и говорят, мы нашли такой-то объект, да, то есть, дай, пожалуйста, нам по нему информацию. Я уже говорю, там, вот такая-то информация, да, то есть, они уже принимают решение, заходим мы в торги или нет. Если мы заходим в торги, я просто беру с них повышенную комиссию. Либо мы работаем уже там с некоторыми бартерной системой, да, то есть, они мне там предустроят материалы, предоставляют, а я им, ну, прям, покупаю имущество с торгов. То есть, абсолютно как, да, поэтому сейчас я уже не ищу инвесторов. Но, но я не забыла, как это делать, я точно знаю, как это делать, да, то есть, я на своем курсе, естественно, рассказываю, где, как, откуда мы берем инвесторов и что мы где, как публикуем. Алексей, Алексей и Андрей, напишите, пожалуйста, в группу, если, ну, не хватает лотиков, просто напишите в группу, что не хватает, да, то есть, выполнил, и мы это, естественно, учтем. Если вдруг, да, то есть, вы начинаете переживать по поводу того, что у вас не начислили слотики, вот просто реально предупредите в группе. Ну, почему в группе? Это что в личном сообщении я вам ничего не смогу сделать, да, то есть, в группе я смогу вас правильно перезаписать. Итак, коллеги, я вижу, что у вас вопросы подходят к концу, буквально еще два вопроса, на которые я отвечу. И, соответственно, на этом мы с вами будем завершать, потому что завтра нас тоже ждет крутой вебинар, как искать лоты за 0 рублей, да, то есть, завтра мы еще с вами будем встречаться в прямом эфире. Так, я вижу, что очень полезная информация, я очень рада, на самом деле, что вам полезная информация и что вы ее воспринимаете, да, то есть, что вы меня слышите, что вы меня слушаете. Ну, что, коллеги, на этом я с вами прощаюсь, если вдруг я кому-то не ответила на вопрос, то напишите мне в группе, возможно, я отвечу. Если вы хотите узнать, как проверить лотики, то заходите в группу, там прямо написано «Мои лотики», нажимаете туда и там вам показывают, сколько у вас лотиков, ваша фамилия, имя, как вы записаны в контакте, да, то есть, и сколько у вас лотиков. Итак, на этом я с вами прощаюсь, рада была всех вас видеть, вы классные, вы позитивные, вы даете мне энергию, потому что, да, то есть, как я уже говорила, я нахожусь в Томске, у меня плюс 4 по МСК в московском времени, сейчас у меня полуперва времени, то есть, полтора часа пролетели, на самом-то деле, на одном стохе. И это все, потому что вы находились со мной, потому что вы давали мне обратную связь, вы давали эту мне энергию, вы задавали мне вопросы. На этом я с вами прощаюсь, встретимся мы с вами завтра в 19.00 по московскому времени, завтра будет четвертое крутое занятие «Как искать лоты» за 0 рублей. А теперь, кому всем хорошего вечера, а кому спокойной ночи, всем пока-пока!